Расскажите, правительство, послушаем Ваши возражения. Нам не рассмотрены возражения, нам не рассмотрены кассационные жалобы изъявителей. Конечно, за данные, за данные возражения, по-другому, кассационные жалобы мы не поддерживаем. Мы просим, что-то оставить решение без изведения о последующем основании. Полагаем, что судом полностью всесторонне рассмотрены и установлены все обстоятельства по данным делам, которые подлежают установлению. Исследованы и установлены все факты, которые имеют юридическое значение. И также применим те нормы, которые подлежали применению. В соответствии с 13-й статьей Греж00ского кодекса и 254-й статью Греж00ского официального кодекса по данной категории подлежала установлению Компенсия на издание такого акта. Соблюдение правительственным законодательством по изданию этого акта. И также нарушение или не нарушение правых законных процессов третьих лиц. Суд в своем решении совершенно обоснованно указал на наличие компетенции правительства по принятию решения значений земельных участков. Действительно, статья 8 и статья 8 рисунок хр Wissenschaft, какой принцип нулыш holderства здесь тоже о строительстве, принимать решение о преводе земельных за одну категорию и другую. В отношении выводов о соблюдении законодательства также суд исследовал эти вопросы, исследовал именно те два ограничения, которые имеются при переводе земельных за одной категорией и другую, А именно это статья 105-й лесного кодекса и статья 11-я Федерального закона 172 ФЗ о порядке 3 года земель за другую категорию в другую. Действительно, в соответствии с 11-й статьей Федерального закона 172, размещение объектов государственного или муниципального значения возможно при отсутствии других вариантов возможного размещения этого объекта. Дело в том, что правовая база, нормативные акты, которые существовали на дату издания, распоряжения, они состоят из земельного кодекса, лесного кодекса, вот этого закона и постановления правительства номер 48, именно ревнирующий процедурный момент. Все, что прописано в процедуре, правительство собрало, то есть есть заявление заявителя, есть решение органов по актам выбора этих земель, есть даже экологическая экспертиза, которая на момент издания акта уже не требовалась, не требовалось прохождение экологической экспертизы. Но тем не менее, на стадии предприятия и рекомендации этот проект прошел в том числе и экологическую экспертизу. Есть схемы, есть все справки, то есть полностью те документы, которые предусмотрены как законом, так и постановлением правительства. Ни данными постановления, ни закона, ни определенный порядок, как рассматривать эту норму, что мы должны сделать еще, чтобы рассмотреть иные варианты, чтобы дать им какую-то аценку, дать им какой-то анализ. То есть те документы, которые поступили в правительство, они поступили в соответствии с установленным законом порядком, отсутствовала информация про иные варианты. Единственный возможный вариант, этот вариант был правительством принят, правительство приняло управленческое решение в данном случае и распорядило земельные участки, и таким образом привело из земли из одной категории в другую. Что касается вариантов, здесь второй представитель подробно оставляется в этом вопросе. Хотелось бы отметить, что действительно строительство трассы и расширение имеющейся трассы, но не имеет никакого отношения к действию в этом направлении, к реализации федеральной целевой программы по строительству дороги, которая рассматривает. Самостоятельные и отдельные. Это отдельные, разные совершенно проекты, потому что наша трасса, в здании, которое это распоряжение рассматривали, предполагает платную трассу. Соответственно, та дорога, которую мы знаем сейчас, она бесплатная. Расширить ее до наших характеристик не представляется возможным, потому что мы все ездили, действительно знаем, действительно сплошные поселки, сплошные деревни. Наконец, если эта трасса пойдет по существующей, то как мы обеспечиваем интернативный бесплатный проезд по направлению Москва на Санкт-Петербург? Да никак. Поэтому и принято решение. Как промежать, вариант глубоко не давать леса, они говорят, лесопарк пополам как раз. И искривление мешать будет скоростному режиму. Вот насчет искривления скоростному режиму здесь не готова никак прокомментировать, потому что технический вопрос, и опять-таки голословные утверждения, никаких документов мы не видели, ничего не представлено. То есть это я воспринимаю как частное мнение зрителей. Соответственно, мое, например, частное мнение, что МКАД тоже не прямой, но по нему возможно, возможно, наоборот, скорость. Ну да, пусть. Вопросы? Спасибо, пожалуйста. Прошу, пожалуйста. Коллега, пожалуйста, спрашивай, пожалуйста, повторяться не нужно дополнительные как-то и вот по поводу. Ну, а...